Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте! Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное, естественно. Меня буквально расстроило следующее. Недавно я прочитал данные о том, что количество разводов среди верующих в Бога равно количеству среди неверующих. Верующих такие же проблемы с детьми, как и у неверующих. Я так и знал. Мой гость получил откровение от Бога о четырех простых ключах, о которых многие библейские верующие от мала до велика никогда и не догадывались. К тому же, они взаимодействуют друг с другом. Если будете ими пользоваться, то в вашу жизнь никогда не придут проблемы. Я очень хочу, чтобы вы поскорее узнали об этих простых ключах. Вы готовы? Честер и Бетси, я слышал самый удивительный отзыв о вашем учении. Девушка, работающая в моей команде, собиралась замуж и рассказала, что когда ее родители поженились, они воспользовались вашим учением, и это фантастическим образом изменило их жизнь. Она сказала, пока не узнает об этих четырех ключах, замуж не выйдет. Для начала я хочу представить вас людям. Честер, вы получили степень доктора наук по ядерным технологиям. А вот вы, Бетси, без пяти минут доктор наук по профессиональному консультированию, но вы были в сокрушении. И знаете что? Я полагаю, что каждый из них пережил это. Честер, расскажите кратко, что с вами было? В чем это проявилось? Я пережил сокрушение в возрасте двух лет. Конечно, я был очень мал и ничего не мог с этим поделать. Мой отец умер, когда мне было два года. И это положило начало цепи событий, последовавших за тем, когда я остался один. Мы заглянули в прошлое. А какова была ваша реакция, даже неосознанная, на то, что вы остались один? Было очевидно, что я потерял самого дорогого мне человека. Я не полностью осознал, что произошло, но из-за этого стал сторониться людей. Мне почему-то в голову пришло, что все люди плохие, их надо опасаться. И просто стал играть со своими кроликами, бульдозерами и тому подобным на заднем дворе, стараясь не показываться никому на глаза. Я был одиночкой. К тому же у него развилось чувство злости и гнева. Честер, потом вы женитесь. Однажды вы ехали на заднем сиденье автомобиля, Бетси была за рулем, и Бог посетил вас. Расскажите, пожалуйста, об этом удивительном случае. Да, знаете, мы стали интересоваться Богом, даже серьезно подумывали о том, чтобы начать ходить в церковь. Мне сказали, что я должен молиться. И вот я сижу на заднем сиденье автомобиля, молюсь, как умею, и вдруг приходит Господь. Он просто вошел в мое сердце. Я не мог ничего говорить, просто стенал. Думаю, это было от того, что Он проник в самые глубины моего сердца и забрал всю скорбь, боль и обиды, которые я носил в себе все эти годы. Из-за того, что я весил почти 45 килограммов, другие дети гонялись за мной и бросали в меня камни. Я годами копил этот хлам в себе, пока Бог не пришел и не показал мне все, что было в моем сердце. Знаете, вы не один такой. У нас у всех это есть. Но многие живут с этим багажом, не зная, что, получив свободу, они могут легко войти в обетование Божие. Ведь Бог ничего не усложняет, напротив, упрощает для нас. Бетси, вас предали еще до вашего рождения. Да, моя мама забеременела, будучи незамужней, 16-летней девочкой. И ее отец, желая решить эту проблему, повез ее делать аборт. И вот они приезжают туда. Это был 1940 год. В клинику они приехали рано утром. Отец выходит из машины, а эта запуганная девчонка еще находилась там. И вдруг она слышит голос, который сказал ей, «Не делай этого. Не делай этого. Не отвечай злом на зло». И она поняла, что это, наверное, Бог. Она заблокировала дверь и отказалась выходить из машины. И я родилась в приюте армии спасения в городе Даром, штат Северная Каролина. А остальное уже другая история. Бетси, а к чему привели такие душевные раны? Они привели меня к глубокому чувству, что я ошибка природы. Никому не нужна. Все, что я делаю, плохо. Я неудачница по жизни. И еще меня просто сковывал жуткий страх смерти. Когда я ложилась спать, меня начинало трясти. Я потила, и казалось, что вот-вот умру. Это продолжалось многие годы. И я годами спала при включенном свете. Так было жутко страшно. Честер, вы получили откровение от Бога, и оно было о том, что Бог любит вас. Именно это было вашим откровением. И для обоих начался настоящий процесс становления. И постепенно Бог открывал им секреты, как стать нормальным. Нормальным в соответствии с Библией. После перерыва мы не только покажем, но и расскажем вам, о чем он учил более 20 лет назад. Это был целый процесс постепенного раскрытия откровения опытным путем. И на сегодняшний день он уже знает, как их систематизировать. Кстати, как вы соотносите на практике свои знания психологии, будучи магистром или без пяти минут доктором наук? Как у вас это получается? Это образование принесло мне пользу. Несколько лет я проходила практику в клинике для душевнобольных, где научилась тому, что помогло мне в будущем. Ведь благодаря этому я узнала, что Бог может проникать в самую суть вещей. Ну что, вы готовы впустить Бога в самую суть? Я хочу, чтобы Он дошел до самых моих корней. Я вам кое-что скажу. Одним из сверхъестественных ключей, которые получите от Бога, вы сможете открыть доступ ко всем обетованиям Божьим, вашу жизнь абсолютно ко всем. Честер и Бетси Киллстра хотят поделиться с вами сложным, но в то же время и простым библейским средством, как получить свободу от болезней, нищеты, проблем взаимоотношений и помочь вам стать абсолютно свободными от беспокойств, депрессии, панических атак, заниженной самооценки, стресса, зависимости, давления бесов. Для чего? Для того, чтобы вы могли войти в любое обетование Бога. Сидрот раскрыл секрет мирового пробуждения. Пришло время достичь еврейский народ Божьей любовью. Иисус Мессия разрушил преграду, разделявшую евреев и язычников. Двое стали одним новым человеком, чтобы завоевать весь мир. Божий метод достижения еврейского народа чудесами и знамениями. Поэтому на нашем сайте есть средства для вашего снаряжения, чтобы вы двигались в чудесах и знамениях. Понимали Израиль и еврейские корни церкви? Это сверхъестественно. С вами Сидрот и семья Киллстром. Я знаю, что вы продолжаете нас смотреть. Поделитесь с нами секретами, которые Бог вам открыл. Они очень просты, как вы сказали, и всем они хорошо известны. Но Бог нам показал, что они должны интегрировать друг с другом. Как будто вставляешь в один замок все четыре ключа сразу. Они, так сказать, взаимосвязаны друг с другом. Именно это слово мы используем. Взаимосвязь, взаимодействие. Первый ключ очень прост. Он исходит из второй заповеди, в которой мы сталкиваемся с родовыми вещами. Они передавались из поколения в поколение, пока кто-то не забрал их на крест. Я перенимаю по наследству грехи своих отцов. Знаете, вы сказали о том, что когда Бог смотрит на нас, и это очень глубокая мысль, то Он смотрит на весь наш род. Мне никогда раньше такое и в голову не приходило. Совершенно верно. Ведь Он же Бог Авраама, Исаака и Иакова. Так ведь? Он также Отец-Основатель и нашего с вами рода. В общем, мы попадаем в ловушку, принимаем как наследство грехи своих предков. Это происходит против нашей воли. Мы вырастаем и приходим к мысли, что у нас в семье все в порядке. Но на самом-то деле у каждого из нас не все в порядке. Естественная проблемность, если хотите, в большей или меньшей степени. А уж у меня-то... Вообще молчу. Честер, а как насчет вас или вас? Естественная проблемность. И вот как мы получаем раны к сердцам. Поэтому Иисус сказал, я пришел исцелить сокрушенных сердцем. А из-за этого мы грешим, люди наступают нам на больное место. А потом из-за этой боли нам кажется, что окружающие люди совершенно не понимают наших проблем и страданий. И в большинстве случаев мы делаем вывод. Со мной похоже что-то не так, иначе бы этого не случилось. И так мы ведемся на ложное убеждение. Ложь, в которую мы верим. Раз мой папа умер и оставил меня, значит, все дело во мне. И другие важные мне люди тоже оставят меня. И чтобы не было больно, я лучше буду избегать людей. Рассказывать по этому поводу можно бесконечно. Это касается любой сферы нашей жизни. Но Слово Божие показывает, что это ложь. Бог не сказал, что я одинок. Он не сказал, что люди должны меня покинуть. Он сказал, что любят меня. Вот такое откровение. То есть вы заменяете ложь истиной? Да. Истина — это обетование Божие. И она сделает вас свободными. Господь провел нас замечательным путем превращения лжи в истину. Эти три области — наследственные грехи, вера в ложь и раненое сердце — открывают доступ к демоническому воздействию. Некоторые из них приходят по линии предков. Мы сами открываем двери и впускаем их. И дьявол совершает свою работу. Крадет, губит, убивает до тех пор, пока мы не научимся закрывать двери и не впускать его. Один раз, когда мы изучали эти четыре сферы, Бог дал Бетсе очень важное видение и откровение. Она сама лучше об этом сейчас вам расскажет. Уезжая в отпуск, я запирала на ключ все двери в доме. Их было четыре. Когда я их закрывала, Бог меня спросил, «Зачем ты запираешь двери?» Я ответила, «Я не хочу, чтобы в доме украли ценные вещи». Он сказал, «Это так же, как закрывать на ключ четыре двери служения. Двери четырех сфер служения. Если ты запрешь их на замок, враг не сможет проникнуть внутрь и украсть ценные». Честер сказал, «Если ты закроешь три двери, о которых мы говорили, бесы даже не захотят оставаться, будет легко получить свободу. Ничего особенного». Верно. Мы столкнулись с освобождением в процессе восстановления основ служения. Это почти незначительное событие, даже, можно сказать, банальное. Все мы знаем старые истории об освобождении, когда людей бросало на стены и так далее, а все потому, что они не отвоевывали свои законные права, которые распространяются на три данной области. Каждая последующая связана с предыдущей. Хорошо, приведите мне пример того, что может передаваться по наследству, наследству. И как это может быть? Алкоголизм — очень частое явление. Здесь мы имеем дело с зависимостью, но, вероятно, большую роль играет отверженность, обман и тому подобное. И это может быть наследственными грехами и родовыми проклятиями. Например, ребенок растет, скажем, в семье алкоголиков, и, смотря на них, дает себе зарок. «Я никогда не буду таким, как они». И потом с ним случается с точностью до наоборот. Или же «Я никогда так не буду поступать со своими детьми. Я не буду на них кричать, орать и ругаться». Но проходит несколько лет, и он начинает орать, кричать и ругаться на своих детей, одновременно испытывая к этому отвращение. «Зачем я это делаю?» Вот так действуют наследственные грехи. Они входят в человека и подчиняют его себе, независимо от его воли. Теперь вы, Бетси, расскажите о ложной вере, которая у вас была. Ложная вера была в то, что я всегда буду брошенной. И позднее я обнаружила, что враг стратегически подкрепляет ее, снова и снова посылая обстоятельства и усиливая эти мысли. И так у меня сложилась ложная вера в то, что я ошибка жизни, и я никому не буду нужна. С этими мыслями мне приходилось жить. Честер, расскажите о своей самой большой душевной ране. Думаю, что это была смерть моего отца. Конечно, это произошло не по его воле. Но ведь вы не знали об этом? Вот в чем проблема. Конечно, ведь двухлетний ребенок этого не понимает, просто принимает как есть. Но мне казалось, что остальные поступят так же. Я поверил в эту ложь дьявола, и это происходило со мной несколько раз в жизни. Оставленность может принимать и другие формы. Знаете, что мне это напомнило? Потому что каковы мысли в душе человека таков, и он... Честер думал, что его все оставят. У Бетси был сильный страх смерти, а сейчас... Скажите, вас мучает этот страх или нет? Нет, сэр. Я тоже готов об этом громогласно заявить. На стол взгромоздясь. А теперь в следующей части программы я попрошу их помолиться за всех. Вы тоже хотите? Я так и думал. Так и думал. Многие из нас могут говорить о чудесах, произошедших в их жизни. Сверхъестественное рядом с нами. Мне 14 лет. Этим утром я смотрела программу об ангелах и почувствовала, как на меня изливается тепло. Я расплакалась. Я болел раком, и Господь исцелил меня. Это настоящее благословение, и имеется возможность смотреть передачу «Это сверхъестественно» каждую неделю. Если вы хоть раз соприкоснулись со сверхъестественным, присылайте ваши письма на наш сайт sidrot.org. Это сверхъестественно. Честер, Господь показал вам какую-то сверхтвердыню. Пожалуйста, объясните поподробнее, что это такое. Это было потрясающе. В своем служении мы использовали то, о чем я говорил выше, метод взаимодействия. Как-то раз мы служили одной женщине, и я сказал, «Вашей жизни есть три вещи — стыд, страх и контроль. И все они очень сильно взаимосвязаны. Я еще не разобрался, как, но знаю, что это очень важно». Она спросила ей, как они взаимосвязаны. Я ей ответил, «Я же говорю, что еще сам, не знаю». Но вдруг из моих уст сорвалось. Из-за того, что нас оставили, мы испытываем чувство стыда, досады и отверженности, и считаем себя виновником всех бед. Это и есть основание стыда. Но после стыда приходит страх. А вдруг люди увидят мои недостатки и тому подобное? Этим мы даем место контроля. Я лучше спрячусь. И воздвигаем стены, становимся агрессивными, уходим в себя и так далее. А когда вы учите группы, то спрашиваете ли вы, кто из них имеет то же самое? Сколько примерно бывает, в этом случае, процентов? Я обычно их об этом не спрашиваю, ведь стыдно признаваться в том, что у тебя есть стыд. Тогда извините. Это ведь проблематично. Но в процессе служения мы обнаружили, что более 80% людей живут, так сказать, с позиции стыда. А если кто-нибудь не может от этого избавиться, что будет с его призванием в Боге? Скорее всего, произойдет блокировка, блокады. Это очень серьезная штука. И когда люди освобождаются от этой сверхтвердыни, стыда, страха и контроля, получают водительство Духом Святым и больше не идут по пути страха, который говорит «я боюсь рисковать». Вы заметили, что христианская жизнь предполагает риск? Риск — мое второе имя! А если мы не будем рисковать, знаете, что будет? Если мы отступим, то не сможем исполнить свое предназначение. Я сегодня получил сообщение по электронной почте и верю, что у Бога есть ответ на него через вас. В нем говорилось, я регулярно смотрю вашу программу, часто слышу, как Сид говорит, что у кого-то исцеляется спина, кто-то избавляется от депрессии и так далее и тому подобное. Сид, вы когда-нибудь чувствовали, как кто-то исцеляется от гомосексуализма? И вообще возможно ли такое? Я никогда не слышал даже упоминания от кого-либо о таком исцелении. Это потому, что никто не хочет об этом говорить? Или, может, это никогда не происходило? Я знаю многих, кто молился так же, как и я, но не получили от Бога даже намека на ответ. Я не спрашиваю о ресурсах. Я спрашиваю, имеется ли вы четкое понимание моей проблемы? И есть ли у вас ответ для меня? Может быть, из прошлого опыта? Я могу вам сказать, что к нам на программу приходили люди, которые всю жизнь были гомосексуалистами, а потом счастливый брак с женщинами. Мужчина женился на женщине с детьми. Так же и у женщин восстанавливалась их душевная сущность. Они исцелялись. А какой был опыт у вас? У нас есть опыт. Мы помогали людям освобождаться от гомосексуализма. Один случай. Я хочу рассказать об одном, поистине сверхъестественном случае. Иногда это требует времени, иногда происходит мгновенно. Один симпатичный молодой человек лет 30-ти был геем. Сколько себя помнил, он много лет торговал своим телом. У него была средняя стадия ВИЧ. То есть радужного будущего он не рисовал себе. Мы служили ему. И сначала он заново посвятил свою жизнь Господу. Он стал преображаться. Я никогда не видела подобного. Мы помогли ему понять серьезность его исцеления, что это не игрушки, что это дело серьезное. Мы молились за него методом воздействия и делали все, исходя из наших знаний. Да, и Бог начал исцелять его сердце от глубокой отверженности, ран, нанесенных его отцом и насилием. Честер, помнишь тот день, когда мы стояли, положив руки ему на плечи и просто взывали к Господу? Господи, у нас больше ничего нет. Пожалуйста, просто приди и коснись этого парня. Мы стояли и молились на языках, и вдруг слезы катились по его щекам. Он сделал глубокий вдох. Помнишь, что он тогда сказал? Да, он сказал, «Я чувствую себя полноценнее, солиднее. Я хочу общаться с мужчинами, но не так, как раньше. Я хочу общаться с парнями». И тогда Бог избавил его от демонического влияния и поменял его сущность женской на мужскую. Вот так. А что с ВИЧ-инфекцией? Ему стало хуже. Ему стало хуже. Все ухудшилось. Мы приехали в город, где он жил год спустя. Он находился в приюте для больных с ПИДом и был уже при смерти. Мы пришли проститься с ним и помолиться в последний раз. Он нам сказал, «Знаете что, я сейчас буду провозглашать меня из Божьей на каждый свой вздох до последнего». Мы сказали, «Дерзай! Знаешь, наш Бог так благ. Он так и сделал. И мало-помалу Бог исцелил его, и он жив до сих пор. Аллилуйя! Это чудесное исцеление! Честер, среди наших зрителей много тех, кто страдает от стыда. Помолитесь, пожалуйста, чтобы они получили свободу от этого». Давайте помолимся вместе. И для начала скажите, «Господь, я признаю, что позволял стыду контролировать свою жизнь и что носил его в себе». «Господь, я признаю, что позволял...» Вместе со мной, давайте. «Господь, я признаю, что жил с этим стыдом и что позволил врагу войти в мою жизнь». Повторяйте. «Господь, я раскаиваюсь в грехах всех моих предков». «Господь, я раскаиваюсь в грехах всех моих предков». «Родителей, все, кто играет важную роль в моей жизни, всех, кто согрешил против меня, поэтому стыд пришел в мою жизнь. Я прощаю их, Господь, и прошу Тебя простить так же и меня, как я простил их. Господь, прямо сейчас я прощаю себя за все мои глупые поступки, из-за чего стыд только укрепился внутри и пришел в мою жизнь. Я разрушаю свои связи со стыдом, страхом и контролем. Я выгоняю всех бесов, которые имели законное право доступа. Я приказываю вам оставить меня и весь мой род». «Господь, обнови мой ум, чтобы смотреть на Тебя Твоими глазами». «Господь, я верю, что очень скоро Ты придешь и исцелишь мое сердце от всех ран, которые способствовали стыду». «И сегодня, Господь, я объявляю войну стыду и не прекращу ее до своей полной свободы». «Во имя Иисуса». «Аминь». «Спасибо, Господь». Честер и Бетси Киллстра хотят поделиться с вами сложным, но в то же время и простым библейским средством, как получить свободу от болезней, нищеты, проблем взаимоотношений и помочь вам стать абсолютно свободными от беспокойств, депрессии, панических атак, заниженной самооценки, стресса, зависимости и давления весов. Для чего? Для того, чтобы вы могли войти в любое обетование Божие. Смотрите в следующем выпуске. У меня проблема, и мне нужна Божья помощь в ее разрешении. Вы скажете, Сид, у тебя их и так много, но мне нужна помощь с определенной проблемой. У меня в гостях Кэрон Уиттон. У эти женщины такой удивительный, большой, сверхъестественный опыт общения с Богом. Я хочу, чтобы она рассказала нам об этом. Но она такой разбитый сосуд, который Бог использует. И когда она поет, то вы увидите, как слава Божия проникает везде, и в ваши комнаты, и в телестудию. Что же делать? Господи, помоги нам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...